Неужели YouTube настолько крут, что сюда приходят звезды шоу-биза и телеведущие? Малахов пришел на YouTube, но он пришел неудачно и его контент захейтили. А вот Маликов пришел на YouTube и неплохо довольно-таки хайпит. Так давайте теперь разберемся, почему же все-таки идут звезды шоу-биза и телеведущие на YouTube. Итак, поехали! Всех приветствую, ребята, и с вами на связи Фокин Евгений. И как вы догадались, в этом видео мы с вами поговорим, почему все больше и больше людей приходит на YouTube. Неужели YouTube настолько крутая площадка становится для не только предпринимателей, а уже сюда даже идут телеведущие, потому что они, наверное, понимают, что телевизор умирает, и также звезды шоу-биза и другие крутые личности. Итак, давайте в этом видео я вам расскажу несколько моментов, почему YouTube реально начал привлекать даже людей из шоу-биза и телеведущих, и почему на сегодняшний день это крутая платформа в интернете. Первый момент, о котором я хотел сказать, и преимущество YouTube, это работа на себя. То есть здесь на YouTube вы сами управляете своим временем, и вы сами решаете, когда вы хотите записывать ролики, когда их выкладывать, то есть сколько вы хотите работать и тому подобное. Берем телевидение, телевидение это нами, то есть вам платят фиксированную зарплату, там, я не знаю, проценты, то есть, допустим, вы обязаны постоянно выходить в телевидение, допустим, если какая-то передача, вы хотите постоянно это все записывать, все это делать, и, соответственно, у вас как бы нет свободного времени. То есть вот я, например, захотел, я могу вообще месяц не записывать, в принципе, видео, а на телевидении так не прокатят, меня либо выгонят, либо лишат премий там и тому подобное. То есть покупают мое время, покупают мои знания. YouTube это работа на себя, и поэтому это классное преимущество. Так, и еще есть преимущество, но это преимущество есть у тех людей, которые приходят уже с телевидения, там, из шоу-бизнеса, то есть это относится к медийным личностям. То, что если они приходят на YouTube, им проще стартануть. Почему? Потому что их уже знают, у них уже есть влияние, у них есть уже медийность. То есть им раскрутить свой канал проще. Если вы обычный человек, который приходите с нуля на YouTube, а вас никто не знает, здесь уже будет все сложнее, потому что вас никто не знает. А им уже проще стартануть и продвинуть себя, свой бренд, там, я не знаю, свои услуги и тому подобное. То есть вот такое еще есть преимущество, и это, в принципе, вот эти люди, да, они этот момент понимают, у которых есть медийность. Также отсюда вытекает такой момент. Если вы медийная личность, это, да, вам проще растутиться, но не факт, что у вас, ваш контент еще зайдет, потому что вы можете прийти на YouTube, а публике это не понравится, и публика вас может захейтить, и вы не будете развиваться. Потому что в телевидении, в телевидении вам никто не может там поставить дизлайк, написать комментарий, что-то предъявить, да, снегативить. А на YouTube это прокатит, и тем самым вы, вас, как бы вам объяснить, то есть вы можете видеть реакцию публики, и реакцию комментариев, и реакцию на дизлайки. Если дизлайки идут, значит вы делаете что-то не то. Поэтому, как бы, здесь тоже свои моменты. И те люди, которые приходят, да, допустим, там, с телевидения или откуда-то, не у всех тоже может зайти YouTube канал, и не все знают, как правильно себя вести на YouTube. Потому что на YouTube совсем другие правила, нежели правила там в телевидении или там в каких-то других моментах. Поэтому это тоже нужно в момент понимать, почему Малахов, когда пришел, да, его канал просто захейтили. Да потому что людям не понравился тот контент, который вот мурыжит на телевидении, и еще пришел с ним на YouTube. Следующий момент, это монетизация на YouTube канале. То есть, если вы работаете в телевидении, телевизор монетизирует аудиторию за счет рекламы, и забирает все бабки себе в карман. А телеведущему платят всего лишь, например, какие-то там гроши, да, получаются от рекламы. В YouTube же наоборот, если человек пришел сюда, даже тот же телеведущий, он зарабатывает деньги не только от монетизации родной партнерки YouTube, но он еще и может продавать прямую рекламу и все бабки, куда он может. Конечно же, себе в карманчик он их ложит. В отличие от телевидения, ему не нужно ни с кем делиться. То есть, получается, он может больше зарабатывать благодаря YouTube. Вот еще одно из преимуществ, почему многие идут на YouTube. Еще один из моментов – это в YouTube нет цензуры. На YouTube можно материться, высказывать все, что ты хочешь, делать какие-то провокационные действия, да. А вот эти все моменты, они наоборот нравятся людям. И люди любят такие вещи смотреть, всякую провокацию, одематы, всякие там какие-то нестандартные вещи. В телевидении же все-таки это вырезает, потому что это телевидение, оно вещает на всю страну. Поэтому вот это еще один из принципов, почему можно идти на YouTube. Здесь свобода слова. Ты сам, ты можешь в чем угодно выйти, я там не знаю, заросши, не заросши, там, хоть в трусах снимать видео, понимаете. И монетизировать аудиторию. А на телевидении такого нет. Итак, идем дальше. На YouTube может тебя увидеть весь мир. То есть, абсолютно весь мир может тебя смотреть из любой точки мира. На телевидении же, ну, если ты вещаешь там на России, допустим, может быть, каналы вещают все по России, может быть, какие-то каналы там в странах СНГ, да. И то не факт, если там права купили, не купили этого телевидения. То есть, охват есть, но не такой. На YouTube ты можешь заявить о себе во всем мире. А если ты еще шпрехаешь на английском, то ты можешь вообще охватить и даже вообще еще большую часть населения, да, и большую часть в мире. Поэтому, как бы, у YouTube в любом случае вот такие вот преимущества. Очень легко и быстро можно заявить о себе во всем мире. Ну, и самое главное, нужно понимать, что на сегодняшний день телевидение просто умирает. Его смотрят, в принципе, ну, наши родители, ну, те, кто поколение 80-х, 90-х. Молодежь нынешняя все черпает в интернете. Сейчас все просто в интернете. Даже некоторые каналы уже тоже перешли в интернет и завели свои YouTube-каналы, да, которые вещают на телевидении. И поэтому все это понимают. И чтобы больше их смотрели, больше было хвата, все создают YouTube-каналы. Также через YouTube-каналы можно продвинуть и свой бренд, развить, и повысить свою узнаваемость, и показать свою экспертность, и дать что-то полезное людям. И все это можно прекрасно монетизировать, и благодаря этому можно получить это. Вас могут точнее заметить, могут куда-то вас пригласить, предложить какие-то там вам выгодные контракты. То есть преимущественно на YouTube очень валом. Как не только для медийных личностей, телеведущих, шоуменов, так и для предпринимателей, я не знаю, там, школьников, каких-то экспертов и тому подобное. То есть YouTube реально набирает обороты, и за YouTube реально будущее, я считаю. То есть если у вас сейчас нет канала в YouTube, то я рекомендую его вам немедленно создать, иначе в будущем вы реально можете очень многое потерять. Тем более конкуренция сейчас растет. Ну а на этом, друзья, я буду заканчивать. Вот такими моментами я с вами поделюсь. Надеюсь, они были вам полезны. Если они вам были полезны, то поделитесь этим материалом со своими друзьями. Он им тоже может быть полезен. Ну и поддержите, если данное видео вам понравилось меня, лайком. Не забываем подписаться на мой канал и нажать обязательно на колокольчик, чтобы не пропустить следующие полезные видео уроки. Ну и напоследок, что я вам хочу сказать. Желаю вам успехов на YouTube. Записывайте годный контент, чтобы ваш контент нравился вашей аудитории, чтобы ваши каналы развивались и приносили вам результаты и радовали вас и вашу аудиторию. Все. Всем пока. С вами на связи был Флокин Евгений.